Мощный бросок со штрафного, выход один на один через длинный пас, скорость, давление. Фарбалисты «Армады» попытались пройти защиту соперников в силовом комбинационном стиле. Игроки команды «Мир Хоккея» цепко защищались, сыграли через быстрый пас, две контратаки и точные броски. В оба раза в роли распасовщика классно сыграл игрок национальной сборной нашей страны Арман Каркумбаев. Была установка на себя принимать броски, чтобы мяч до ворот не доходил. Проходили сразу на контратаке, быстрыми передачами разрывали поле и забивали голы. Игра на кураже, отличные обостряющие передачи, броски. В атаке блестяще сыграл форвард команды «Мир Хоккея» Зубайдуло Убайдулаев. Два точных щелчка на старте второго периода «Мир Хоккея» повел 4-0. Пошла у нас комбинационная игра, как бы пасы, вот разрез, там, как бы соперников уже как бы дурачили, но передачки хорошие пошли, ну и моменты появлялись. Скоростной флорбол, красивые голы. Каркумбаев забил броском с лёта, у Армады дважды отличился Владимир Марахов. Голевая перестрелка и 6-3 в середине второго периода. Со всеми ребятами играем уже много лет, что получается, какое-никакое мастерство есть. Попал, бросил, из-за ворот бросил от вратаря, отскочил, хороший гол получился. Но зрелищность – это не то, нужен результат. Флорболисты Армады пошли вперед. «Мир Хоккея» удивил неожиданными заменами. В линию атаки вышли молодые форварды и сыграли как по нотам. Две быстрые комбинации. «Мир Хоккея» выиграл 8-3. Мы сыграли от прессинга, а впереди пытались комбинировать. Ну и у нас получалось завершать свои моменты. Вызов лидеру во втором матче тура. Ещё один претендент на Кубок Лиги, клуб «Форвард», разгромил команду «Шторм» 15-3. Большинство голов забивали в скоростных атаках с быстрыми передачами и точными бросками. Герой матча – нападающий Александр Трофимов. Игрок забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Сделали отрыв счёта, который нам помог комбинировать, помог наигрывать какие-то связки, которые в дальнейшем мы будем использовать на чемпионате России. Это в Лижнем Новгороде, который произойдёт. Ну и, наверное, мы играем с детства, и что связки у нас есть. Всякие скрытые пасы из-за ворот, которые помогают вывести игрока на пятак, на свободные зоны он забыкает, и больше там нет шансов этого края. Следующие матчи в розыгрыше Кубковомской флорбольной лиги пройдут 9 апреля. И в Центральном сыграют команды, соперничающие за лидерство в группе «Б» – «Гладиолус» и «Эксель-2». Владимир Стомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7.